Здравствуйте, Владыка! Рождество Христово является одним из главных христианских праздников, который всегда отмечался с особым благоговением. Давайте сегодня поговорим о традициях его празднования. Добрый день, Вероника! Добрый день, многоуважаемые наши телезрители! Конечно, Рождество Христово является как бы праздником, который подготавливает нас к вечности, еще к одному празднику — к воскресению Христову. Но сложилась традиция не только в Русской Церкви, а и во всей Православной Церкви, в Церкви Западной, в том, что Рождество Христово — это праздник семейный, праздник счастья, праздник радости, праздник, который несет надежду на будущую жизнь, который нас приближает к воскресению Христову, в котором мы обретаем Царство Небесное для вечной жизни. Рождество — это время добрых дел и исполнения самых заветных желаний. Какие благотворительные проекты, приуроченные к этому празднику, реализует Гомельская епархия? В предрождественские дни есть особые такие благотворительные акции, которые именно проводятся перед Рождеством и в Рождественские дни. Это акции наших новогодних архиерейских елок. Уже были проведены такие елки, и мы обхватили более 500 человек ребят. Это из семей священников, ребята, дети. Это ребята с многодетных семей, это с неблагополучных семей. Дети-инвалиды не только с города Гомеля, а и из районов, входящих в нашу Гомельскую епархию. Также всегда в Рождество Христово или в канун мы посещаем детскую городскую больницу, посещаем хосписы, посещаем инвалидов, посещаем одиноких людей, престарелых, чтобы как-то наполнить их жизнь смыслом праздника, чтобы люди почувствовали, что приблизился светлый праздник Рождества Христово. Проекты благотворительные, они идут целый год в Гомельской епархии, и мы призываем многих людей подключиться к этим проектам. Это и помощь детям в лечении, и в нас, в государстве, и за границей операции, которые детки проводят. Мы собираем средства и перечисляем. Вот в канун буквально Рождества Христова я подписал тоже помощь четырем деткам по 2000 новых рублей, чтобы как-то хоть чуть-чуть помочь им в лечении, то, что надо оплатить за границей в лечении. Какие планы у Гомельской епархии на ближайший год? Планируется ли открытие новых храмов? На сегодняшний день Гомельская епархия состоит из 162 приходов и 4 монастырей. То есть еще расширяться в какой-то мере смысл есть, потому что еще многие населенные пункты, люди желают иметь свои храмы. А в городе Гомеле на сегодняшний день 25 приходов зарегистрированы, и с них еще три не имеют своих земельных участков. Поэтому у нас вот такое желание, что в этом году наступившем мы должны получить земельные участки, где бы начали делать архитектурные проекты храмов и в будущем возводить эти храмы. Гомельская земля привлекает гостей не только живописными пейзажами, памятниками истории, архитектуры, но также святыми местами. Пожалуй, один из наиболее ярких примеров – это город Туров. Как вы оцениваете перспективы паломнического туризма? Вы упомянули город Туров. Город Туров, наверное, всю жизнь в моем сердце останется, как один из древнейших городов Белой Руси, где была моя первая кафедра, и где были величайшие святители. Сегодня мы имеем в Турове очень большой культурный православный центр, собор в честь святителей Кирилла и Мефодия, который относится именно к Туровской епархии. Но это наша Гомельская земля, она объединяет нас. Мне бы хотелось сказать, что у нас еще второй духовный центр в Гомельской области, в Гомельской епархии есть. Это монастырь Святого Праведного Иоанна Кармянского в Доброжском районе, куда к мощам Батюшки Иоанна едут тысячи и тысячи паломников, и где люди получают исцеление. Это многие святые источники, к которым приходят наши люди. Многие четворные иконы, которые находятся в наших храмах, прекрасных храмах. То есть, кто желает духовно насладиться духовной пищей, он всегда найдет дорогу до святыни на нашей белорусской земле, на нашей Гомельщине, чтобы наполнить свое сердце божественной благодатью. И в конце нашей беседы, Владыка, хотелось бы от вас услышать в эти рождественские дни добрый совет и пожелание в адрес наших телезрителей. Мне хочется пожелать доброго здоровья, любви, счастья, благополучия, чтобы Господь хранил всех нас, хранил нашу Белую Русь, наше прекрасное государство, в котором мы с вами живем, и которое столько дает каждому человеку заботиться о нас. Пусть Господь хранит всех нас в мире благополучия и любви. И каждый из нас пусть ищет в своем сердце дорогу к храму. Спасибо, Владыка, что нашли время ответить на наши вопросы. Благодарим вас за интересную беседу. Я благодарю вас, Вероника, и благодарю наших телезрителей, которые были с нами в это время. Дай Бог всем мира, добра и любви. Нам многое благое лето!